всем привет все получилось второй раз подключиться всем привет сейчас у всех есть время на то чтобы учиться смотреть прямые эфиры больше узнавать чем больше знаешь тем не легче конечно живется но понятней скажем так всем привет всем шалом добро пожаловать в эфир пожаловать на лайкра всем привет сегодня мы поговорим о себе любимых у нас кто мы такие или что мы до часть чего мы и как нам с этим жить правда из прежде чем играть в шахматы нужно понять что это за игра до нужно выучить понять какая фигура за что отвечает как ходить какие правила игры до для того чтобы нормально играть всем шалом я смотрю все уже подключаются всем шалом всем шалом и так как я уже сказала для того чтобы играть в шахматы нужно выучить правило нужно понять какая пешка или не пешка слон как он ходит и дамочка как она ходит да и и так далее теперь для того чтобы нам жить в этом мире нам тоже надо учиться я не говорю что если больше знаешь тем легче живется но хотя бы мы делаем правильные шаги да хотя бы мы знаем как мы играем да мы знаем кто пробуждает и у нас есть шанс победить и правильно жить и так сегодня как я уже сказала мы поговорим о нас с вами а именно я заглянула в книгу тания которую составил альтер-ребе говорят что книга тания когда ты ее изучаешь это как будто бы ты сидишь перед лицом учителя вот так вот говорят про эту книгу и мы немножко в нее сегодня заглянем всем шалом мы в ее немножко сегодня заглянем и поймем кто такой цадик праведник кто такой средний бэйнони или кто такой грешник раша наверняка когда я уже перечислила этих трех персонажей вы уже такие клеймо на них наклеили кто какой да и многие из нас кстати думают что мы бэйнони такие средние люди ну я же стараюсь не грешить но я это не делаю но сегодня мы поймем что это не так так вот итак кто такой бэйнони средний бэйнони нет мы начнем с бэйнони мы начнем с праведника цадик цадик это это человек скажем так который полностью победил свою животную душу о душах мы поговорим немножко бой позже да что у каждого еврея есть божественная и животная душа то есть две души и так цадик он полностью уничтожил так сказать свою животную душу и он полностью живет и и полностью живет и служит всевышним теперь у него даже не появляется мысли вы можете еще немножко полежу чтоб не помолиться или зачем зачем именно этот кашрут кушать я вообще без кашрута покушаю да у него даже нет такой мысли он вообще у него не появляется мысли что-то согрешить да то есть этот человек идеально он полностью знает как служить богу и справляется с этой задачей теперь бэйнони средний человек это который слышит все что говорит ему и церара он слышит что ой может давай мы помолимся на 10 минут позже или но зачем соблюдать шаббат включи телефон посмотри что там и он такой нет я не буду включать телефон то есть он слышит эти все призывы животной души но при этом он их побеждает да теперь мы поняли цадик это кто вообще не слышит призывов плохих он идеальный да и он не грешит вообще теперь бэйнони средний человек он да слышит эти плохие призывы но он на них не реагирует то есть он не клюет на эту удочку теперь а кто такой грешник раша это который слышит эти призывы и он на них клюет который говорит ну и что что я зажжу ну и что что я зажгла шаббатные свечи у меня там подруги в клубе ждут я пойду туда да или же но мне же надо маме позвонить я включу телефон в шаббат и мы все привыкли что грешник это тот кто постоянно грешит вот как вы себе представляете грешника раша наверняка я тоже так думаю да думала пока не начала учить наверняка каждый из нас думает что грешник раша это который убивает ворует это который нечестный это который гневается да наверняка мы все мы все так думали так вот но на самом деле тания нам говорит что грешник это может быть человек который даже раз в год совершил какой-то грех представляете раз в год раз в год ты забыл сказать благословение на яблоко которое ты кушаешь все ты раша ты грешник представляете вот эту вот грань и наверняка многие сейчас скажут так что я грешник так что мы все грешники нет спасения а помогите да и конечно же это не отменяет право право то что мы грешники дамы раша потому что я говорю лично за себя я не идеальная мне не всегда получается выполнять то что хочет моя божественная душа выполнять волю всевышнего до исполнять заповеди не всегда получается но сказано что человек не должен зацикливаться я злодей все я плохая так зачем мне вообще становиться лучше если зачем мне вообще стремиться к бейноне если я грешник а затем что когда человек понимает свои недостатки он уже становится лучше да когда мы знаем где у нас проблемы например починила стираль сломалась стиральная машинка да и мы не знаем где чинить и она у нас уже месяц стоит и мы не знаем как не подойти теперь а когда у нас в стиральной машинке отлетела не за резинка или же перекрыта вода и мы знаем где поломка так большая вероятность того что мы ее починим теперь когда мы с вами уже поняли что мы с вами нет садики что мы с вами не бейну не хотя может быть среди нас есть бейну не я я говорю за себя что я не бои но не к сожалению я стараюсь я делаю заповеди да я стараюсь делать то что я могу делать со своей стороны но при этом я да знаю что я не идеально и что где-то в чем-то я до поддать даю слабину да и это да делает из меня раша злодея то есть злодей это не тот раша грешник это не тот кто грешит каждый день даже раз в год что-то сделать не так уже дает как бы полномочия вот принять на себя вот этот статус раша да но это не так плохо потому что теперь каждый из нас мечтает стать бейну не или хотя бы мы уже задумываемся над тем чтобы сделать шаг в эту сторону бейну неправильно мы уже не хотим находиться в этом статусе злодеев мы хотим стать лучше правильно я надеюсь что сейчас каждый задумается и хочет стать лучше теперь в начале мы с вами уже сказали о том что у каждого из нас нас всевышний наделил двумя душами это животная душа и божественное сказано что животная душа находится в левой части сердца в левой полости сердца и распространяется уже по всему телу и животная душа которая находится в сердце ей как бы принадлежат такие качества как гнев хвостовство стремление к наслаждению вот эти вот все нехорошие качества всем шалом так вот а где же вы спросите находится божественная душа и так смотрите еще раз животная душа находится в левой части сердца и как только она начинает действовать она распространяется на все есть на все тело и в том числе на разум тоже она влияет теперь божественная душа находится в головном мозге и распространяется сверху до повсюду в том числе и на сердце тоже теперь если мы с вами поняли уже что животная душа находится в чувствах а божественная душа ей более присущи такие качества как разум до мудрость подождите нужно подумать еще раз давайте мы приведем небольшой пример мы с вами это пример животной души мы с вами я иду мимо пекарни и мне очень сильно пахнет этими булочками и мое сердце мои чувства моя животная душа такая вам я хочу эту булочку посмотри как пахнет и душа как она начинает влиять на все мое тело она начинает убеждать меня что мне нужна эта булочка она начинает не говорить но посмотри как пахнет ты уже два часа не ела ты сейчас еще два часа не поешь ты сейчас будешь голодный и вот так вот пытается и влиять действительно на разум и божественная душа она действительно поддается да она такая думает но я действительно два часа не ела, а вдруг я ещё два часа не поем, а потом ещё находятся такие уговорки, как «не, ну мне же нужна энергия, чтобы служить Всевышнему», да, то есть мы видим, что первоначальная вот эта вот эмоция, да, это запах, который покорил вот эту нашу животную душу, как пахнет, и она начинает убеждать наш мозг. Например, ещё пример, когда человек начинает делать что-то нехорошее, я не знаю, например, какой пример? Подросток, не дай Бог, да, подросток начинает курить, его друзья уговаривают, он знает, что это плохо, ему всю жизнь родители говорили, что это плохо, это нельзя, 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 и он действительно сначала не, ну как бы нет, 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 а потом, когда уже он стоит возле друзей, он такой, не, ну мне неудобно, не, ну друзья уговаривают, ну вообще это, наверное, не так не полезно, как говорят, но я же всего лишь чуть-чуть попробую, то есть видите, здесь он идёт за желанием животной души и начинает уговаривать свой мозг, начинает уговаривать божественную душу, почему да, нужно это сделать, почему это необходимо сделать, да, теперь, а какой пример божественной души? Это когда человек начинает, он понимает, что это он сейчас не хочет, например, с утра я проснулась и я знаю, что мне сейчас нужно сделать спорт, зарядку, да, и мне лень, моя животная душа говорит, ну полежи ещё немножко, ну что ты будешь вставать, ну что ты сейчас будешь тратить энергию, ты и так за целый день тратишь эту энергию, да, она уговаривает, но здесь важно включить божественную душу, да, включить разум и сказать, нет, сейчас ты встанешь, потому что тебе потом будет легче и молиться, и делать все дела, да, и ты наполнишь свой организм и, не знаю, и силами, и мотивацией, да, и у тебя появится это на весь день, то есть тут уже мозг начинает уговаривать сердце, так же и с молитвой, да, когда мозг пытается уговорить свои чувства, ты чувства, не, я не хочу, это сейчас молиться, это то, и тут мозг начинает уговаривать, а после молитвы ты себя чувствуешь лучше, а ты, не знаю, после молитвы, а молитвой ты делаешь Ашему приятно, да, и так далее, то есть здесь уже разум начинает влиять на сердце, то есть мы видим, когда вот эти вот первоначальные желания, хочу, и потом объясняется, это животная душа, а когда не хочу, и разум пытается, да, найти что-то и доказать, то это уже, ну, как бы, божественная душа. Теперь, мы можем представить с вами машину, в которой какой-то один водитель, и если это один водитель, то он прекрасно может доехать до своей конечной цели, которую он планирует, да, к примеру, там у меня есть Вейс, карта, да, не знаю, гугл-карта, я знаю, что мне нужно доехать из пункта А в пункт Б, ой, я сразу вспомнила математику в школе, из пункта А в пункт Б, так вот, если это один водитель, он легко доедет, да, без помех, а если в этой машине два водителя, которые постоянно дерутся за этот руль, то представляете, как тяжело нам ехать, и да, это оправдывает нас людей, мы с вами находимся в теле, где два водителя, и нереально вообще, я не представляю, как нам тяжело, потому что тут руль в свои правления взяла Божественная Душа, она такая едет, едет, ее выталкивает Животная Душа, и такая едет, едет, и так это постоянно борьба, поэтому нам, людям, тяжелее в сто раз, и поэтому мы лучше ангелов, потому что ангелов один водитель, они знают, они едут за Творцом, все, а у нас это постоянная борьба Животная Душа, Божественная Душа. Представьте, как едет эта машина, со стороны это выглядит, ну, кто дал права этим людям, да, вот так вот, это то, что я сегодня и хотела с вами поговорить о том, какие мы с вами водители, то, что, может быть, нужно вырубить, шучу, 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 то, что нужно взять узды правления над, ну, над какой-то другой, да, душой, пытаться стать лучше, особенно сейчас мы видим вообще, как проявляется власть Всевышнего, да, в один момент, оп, и судьбы людей в руках Всевышнего, да, как это всё ведёт, и как у нас сейчас появилось намного больше времени учиться, больше времени уделять семье, и я уверена, что то, что сейчас с нами происходит, это показатель прихода Машеха, и даже если нет, то всё равно Ашем это Всевышний для чего-то это делает, по крайней мере, я думаю, для того, чтобы люди немножко переосмыслили свою жизнь, да, задумались вообще, куда нас везёт вообще, куда мы, как мы, да, и, не знаю, поняли какие-то ценности, в общем, потому что никогда не поздно, и Всевышний это делает разными способами, вот, спасибо большое всем, кто выделил это время со мной, да, и мы поучились, мне очень-очень приятно, и я очень рада, что есть портал ВАИКР, и что мы здесь с вами встречаемся и учимся, спасибо всем большое, я желаю всем много здоровья, много благословений, радости, и пусть всё у нас будет хорошо, и мир всему, всему миру, вот так вот, всё, всем пока!